Рыбаки, всем крепкого здравия! Сегодня у нас на обзоре мультипликаторная катушка C-Night Falcon Значит, прежде чем мы начнем хотел бы показать вам свой лист заказов чтобы мне потом не писали о том, что это реклама Так, значит, заказывал я эту катушку вместе со спиннингом вот этим, тоже C-Night, тоже Falcon Вот такой вот спиннинг С ним у нас уже была рыбалка Вышла она поздней осенью перед первым льдом Кому интересно, можете зайти посмотреть Там был интересный сплав Были щуки В общем, хорошее видео получилось Значит, и вот катушка Заказывал я ее с передаточным числом 7,2 к 1 Вот она Вот такая вот C-Night Falcon Значит, кратенько о том, что я сегодня буду показывать Сначала рассмотрим катушку внешне То есть, посмотрим, какие там у нее есть Определенные технологические особенности Затем разберем Посмотрим, что у нее внутри В обратной последовательности соберем Намотаем на нее лесочку Прицепим на удилище И отправимся на водоем Где будем испытывать дальность заброса этой катушки Весь план по видео я вам рассказал Теперь давайте начинать Катушка приехала у меня за 13 дней Пришла она в пупырчатом пакете И поставляется она вот в такой коробочке Коробка обычная Безо всяких излишек Ничего То есть, обычная коробка Здесь идет катушка И взрыв схема Вот, собственно, и говоря, и все Вот такая взрыв схема Не книжечка, а обычный такой Вкладыш свернутый Ну, в принципе, тут Достаточно разборчивый рисунок Ну и на обратной стороне Небольшая инструкция Правда, она идет на английском языке Когда эта катушка мне пришла То я был очень сильно Порадован тем Как эта катушка выглядит То есть, она Очень сильно похожа На катушки фирмы Шамана Выполнена она в таком Строгом виде Строгом дизайне Нету каких-то Определенных лишних Элементов Цвет у катушки Я не знаю, камера передает или нет Но цвет идет металлик То есть, она чуть-чуть Поблескивает По дизайну Катушка меня устраивает Ну, наверное, на 150% Давайте сразу же посмотрим Люфты на кнопах Люфт на кнопе Есть, но он Очень-очень минимальный Даже меньше миллиметра Дальше давайте посмотрим Фрикцион Фрикцион у нас Идет с трещоткой Ну, так Так, осевой тормоз Осевой тормоз у нас Идет Без трещотки Ну, что ж Есть некоторые катушки Более бюджетные У которых и осевой тормоз Также идет с трещоткой Ну, как бы это не критично Ладно, давайте смотреть дальше Лесоукладыватель Ну, это вообще, в принципе Для меня был шок Тогда, когда я первый раз Подержал в руках Мультипликаторную катушку И я попробовал Пошевелить Лесоукладыватель Он у меня ходил ходуном И здесь, в принципе То же самое Но Прошлая мультипликаторная катушка У меня была Пицца Фан Торрент Она у меня есть и сейчас Она отходила у меня уже Три сезона И ничего ей не делается То есть, как бы Насчет вот этого вот элемента Даже, несмотря на то Что он шатается Так противно Я думаю, что не стоит переживать Дальше Давайте посмотрим Как четко работает У нас Кнопка сброса лески Да? Или как ее еще Назвать по-другому Ну, давайте попробуем Очень четко Прям И без перегибов Смотрите Вообще перегиба нету Никакого То есть, если на Торренте На Пицца Фан Торрент Вы нажимаете на кнопку И она так немного Перекашивает ее Здесь никакого Перекоса нет Это, конечно И такой звук Благородный Четкий такой прям Мне нравится Так, ладно Давайте попробуем ее открыть А, да Вот здесь В этом месте Находится регулировка Магнитных тормозов Значит, сама по себе Деталь вот этого Шайба Она выполнена из пластика И на вид Она как бы Ну Давайте будем говорить прямо Она смотрится дешево Однако По факту Она не испытывает Абсолютно никаких Нагрузок на себе И поэтому Даже несмотря на то Что эта деталь Выполнена из пластика То ей, в принципе Ничего и не будет Так Механизм открытия Крышки Ну какой Интересно О, он еще идет И с щелчком Вот, слушайте Вот так Так Положение Open Открыто Достаточно туго Это хорошо Крышка Выполнена из пластика Однако На вид Покрашена Вроде Добротно И магнитные тормоза Если вы можете увидеть То располагается Вообще По периметру Здесь Значит Идет Подшипник Металлический Да Примагничивается Отвертка У меня И фиксируется Он Такой Проволочной Шайбой Так Давайте посмотрим На механизм Закрытия Самой Этой Крышки Значит Здесь Получается Тоже Металлическая Скоба Сам Вот Сам Этот Переключатель Он Идет Пластиковый Да Пластиковый И вот Смотрите Лисоугладыватель Здесь идет Просто Он получается Зашайбованный Шапочка Стоит И На ней Получается Держится Вот этот Червяк Или как его Там называют Червячный Винт Или как он Напишите В комментариях Поправьте Меня Вот То есть Его Уже Как-то Ну Не Подтянуть Его То есть Он Просто Фиксируется Шайба И все Так Ладно Давайте Посмотрим Дальше Что у нас Тут Есть Есть У нас Тут Шпулька Шпулька Идет Не Облегченная Вот Такая Обычная Ага И С обратной Стороны Здесь Тоже Идет Подшипник Тоже Примагничивается У меня К нему Отвертка Все нормально И Вот здесь Значит Механизм Сцепления Вот через Вот этот Штифт То есть Вот здесь В самой Катушке Если вы Можете Заметить Я надеюсь Вам будет Сейчас видно Вот здесь Вот в этом месте Идет Специальная Такая Зубчатая Шестеренка Которая Когда Надавливаете На Получается Клавишу Сброса лески Вот она Отодвигается Видите А потом Когда ручку Поворачиваете Получается Вперед Вот она Пододвигается Вперед И Зубчиками Она зацепляется Получается За этот Штифт И Вращает Шпульку Так Дальше По лесоукладывателю Ну естественно На лесоукладывателе Здесь идет Керамическая Вставочка Кнобы Здесь Выполнены Из материала Эва Значит Ручка Катушки Здесь Фиксируется То есть Это Накидной Колпачок Который Тоже Фиксируется Винтом То есть Ну в принципе Это достаточно Продуманная Катушка Я не думаю Что Пустили бы В серию Какой-то Ну совсем уж Продуманный Продуманный Продукт Вот Так Ага Вот вижу Вижу Что-то Интересное Значит Я думал Я думал Что Покрашена Полностью Вот эта Клавиша Сброса лески Оказалось То что Она покрашена Только снаружи Здесь Изнутри Вот тут Видно Пластик Видите И фиксируется Она вот на Этой вот Скобочке Но в то же время Есть у нее Еще и с другой Стороны Направляшка То есть Вот это вот Именно Наверное Поэтому Она Ее Наверное Не перекашивает Когда на нее Надавливаешь То есть Даешь на нее Она идет Бесперекоса Она С фанторент Она так Сгибается Сюда И потом Продавливается Ну что Давайте Потихонечку Попробуем Эту катушку Разобрать И Посмотреть Что находится У нее Внутри Ну что Друзья Вот я Разобрал Катушечку Значит Специально Для того Чтобы Посмотреть На то Как тут Все Выглядит И Я Достаточно Приятно Удивлен Тем Что Главная Пара Здесь Выполнена Ну Как бы На мой Взгляд Очень Хорошо В том Плане То Что Посмотрите Какой Величины Идут Сцепные Зуби То есть Это Достаточно Мощная Лебедка Если Так Можно Вообще В принципе Выразиться Шестеренка Вот Здесь Если Вы можете Заметить Пластиковая Вот Она Видите Это Шестеренка Отвечает За Вращение Винта Лесоукладывателя Вот Она Видите Да Как Она Работает Ввиду того Что Лесоукладыватель Когда Ходит Вверх Вниз Вправо Влево В данном Случае То Он Не Испытывает Нагрузки Соответственно Шестерни Могут Быть Пластиковыми В данном Случае Я думаю Что Это Скорее Всего Как Это Второпласт Или Еще Какой Устойчивый Пластик По Крайней Мере С Виду И По Таким Ощущениям Тактильным Он Выглядит Достаточно Мощно И Прочно Вот Здесь Также Стоит Подшипник Большой И Вот Наверное Единственный Элемент Который Здесь Не Вызывает У меня Особо Сильного Доверия Это Вот Эта Пружинка Ну Вообще Не Вызывает У меня Этот Элемент Особого Доверия По Той Простой Причине Что Раньше Во всех Катушках Безинерционных В дужке Лисоукладывателя Стояла Вот Такая Пружинка И Постоянно Она Ломалась То есть Сезон Отходил В конце Сезона Обязательно Сломается Ну Я буду Надеяться Что С этой Катушкой Не будет Таких Проблем Ну В крайнем Случае Можно Будет Что-то Придумать И Поставить Какую-нибудь Другую Пружину Не Такую Витую А Допустим Продольную Обычную Как обычная Пружинка Давайте Мы Эту Катушечку Сейчас Снова Соберем И Попробуем Намотать На нее Леску Ну Что ж Катушечку Мы Собрали В принципе Конструкции Катушки Я Достаточно Доволен Единственное Что Мне Не особо Понравилось Это То Что Вот В этом Механизме Здесь Есть Щель И Не Исключено Попадание Туда Каких-то Абразивных Частиц Поэтому Скорее Всего После Рыбалки Надо Будет Открывать И Смотреть Не Накопился Ли Какой-то Мусор Ну А Сейчас Давайте Намотаем На нее Плетенку Посмотрим Как Она Справится С Намоткой И Потом Уже Отправимся На Водоем И Проверим Как Катушка Забрасывает Различные Веса Ну Что Друзья Как Вы Можете Заметить Плетенка Намоталась Достаточно Ровно Безо Всяких Проблем Ну И Собственно Говоря Я Думаю Что Уже Можно Ехать На Водоем И И Испытывать Катушку Уже В Деле Ну Что Друзья Рыбаки Вот Мы Прибыли На Водоем Сейчас Будем Испытывать Дальность Заброса Этой Катушки Будем Использовать Не Грузик А Будем Использовать Полностью Приманку Сборе Значит По Граммам Я Расскажу Какие Приманки Мы Будем Сегодня Швырять С вами Значит За Один Оборот Катушка Выматывает Примерно 60 Сантиметров Лиски Соответственно Мы Возьмем Количество Оборотов Которое Уйдет У нас На Заброс Умножим Его На 60 Сантиметров И Потом Поделим На 100 И Вот У нас Будет Дальность Заброса Сначала Давайте Попробуем Кинуть Чебурашку 4,5 Грамма Вместе С Приманкой Я думаю Что Общий Вес Будет Составлять Примерно Может быть 5,5 Грамма Так Все Приманка Упала Начинаем Считать Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь 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 Оборота Возьмем Сейчас Парусящий Твистер И Грузик На Шесть Граммов Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь 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 Так Теперь Давайте Такой Виброхвост Здоровый И Грузик Чебурашка Восемь Граммов Посмотрим На сколько Полетит Семь 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 ощущение в принципе у меня от нее достаточно хорошее то есть такая достаточно добротная катушка достаточно высокого класса за приемлемые деньги посмотрим как она будет показывать себя в течение летнего сезона проверим на рыбалках испытаем на рыбе дальность заброса мы проверили внутренности мы посмотрели в принципе наверное больше об этой катушке сказать нечего смотрите сами выбирайте сами каждый для себя у меня на этом все увидимся с вами в следующих видео